Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую и сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, в одной из самых хайповых сейчас таплок в телеграм игре Goblin Mine, где можно зарабатывать криптовалюту Тонг прямо в игре еще даже до начала эрдропа. Итак, в честь Хэллоуина открылись здесь секретные игры. А чтобы зайти в такую игру, нужно зажать слева внизу серую кнопку с названием игры на 7 секунд. И у нас откроется окошко с играми. Здесь мы видим, будет много игр, которые дадут нам возможность добывать монеты. И сейчас активна первая игра. Это спиннер. Нажимаем на тыкву и крутим колесо. И в колесе может выпасть 50 тысяч, 500 тысяч или 2 миллиона бронзовых монет. А также 50 тысяч или 100 тысяч серебряных монет. Напомню, что серебряные монеты можно менять на криптовалюту Тонг прямо в игре. И далее у нас может выпасть 0,1, 1 или 5 монет Тонг. Хочу отметить, что в игре уже сразу можно привязать свой Тонг кошелек и выводить от одной монеты Тонг. В игре уже есть несколько способов заработка монет Тонг. Их 4. Первый способ – это Тонг могут выпасть рулетки. Второе – на седьмом и восьмом уровне шахты вы можете убивать серебряные монеты и менять их на Тонг. Третий способ – это участвовать во ферральной гонке. И первым 250 участникам распределяется награда в монетах Тонг. Четвертое – это можно создавать видео про игру Goblin Mine и выкладывать разные социальные сети и получать за это монеты Тонг. И также пятый способ – это аэрдроп. Возможно, будут и другие способы. Так что те, кто не присоединился, обязательно заходите в игру. Ссылка будет в описании к видео. Еще одна новость – на днях стартовало новое Телеграм-приложение PAWS. Здесь не нужно тапать или играть, так как приложение содержит информацию о наших достижениях в других проектах Тонг и знает, сколько мы нафармили в Докс, Ноткоин, а также сколько лет нашему Телеграм-каналу. Приложение особо не отнимает наше время. Принцип, как и в Доксах. То есть заходим, получаем поинты и здесь можно также подключить кошелек Тонг, пригласить друзей, чтобы получить больше очков и выполняем несколько простых заданий. Ссылка также будет в описании к видео. И еще я вам хочу напомнить, что завтра, 30 октября, начнется раздача второго партнерского токена Vader в игре Фактора. Основной дроп проекта ожидается в ноябре. И еще одна очень приятная новость – 30 или 31 октября всем тем, кто участвовал в квестах от команды PlaySmart Studio, суммируются у них все полученные очки за 8 недель квестов и будут начислены дополнительные награды, в зависимости от вашего количества очков и места в таблице. И я хочу отметить, что за 8 недель квестов наград было раздано больше, чем во многих таполках, так что поздравляю всех тех, кто участвовал в данных квестах. Еще одна новость – Circle меняет правила игры в блокчейне – конфиденциальной ERC20. В нем описана технология, которая предоставляет дополнительную конфиденциальность транзакции в стейблконе USDC, не нарушая регуляторных норм. Эта технология основана на шифровании с нулевым разглашением, которая позволяет скрывать информацию о отправителе, получателе и сумме транзакции, сохраняя при этом прозрачность и проверяемость транзакций в блокчейне. И это открывает новые возможности для конфиденциальных транзакций, что может привести к более широкому внедрению USDC в различных отраслях, таких как финансы, здравоохранение или образование. Также еще Черный Лебедь Капиталист пишет, что Всемирный совет по золоту и Банк Международных расчетов предлагают быстрые усилия по внедрению обеспеченных золотом стейблконов, что укрепляет статус золота первого уровня в соответствии с правилами Baselio 3. Однако, если криптовалюта XRP будет рассматриваться институтами как цифровое золото, то путь к получению XRP статуса второго уровня вполне вероятен. И еще он пишет, что раньше у SWIFT не было альтернативы, однако в 2022 году SWIFT начал интегрировать протокол Ripple, отдавая предпочтение полезности XRP. И теперь документы Центрального банка России связывают XRP с проектом M-Bridge и платежными системами. Получается BRICS и XRP это равные условия. А Кеннин Гуэн пишет, что в свежей новости бывший директор Ripple Шон Майк Брайт только что прокомментировал, что SWIFT будет использовать XRP. И далее он пишет, что, как я уже говорил, цикл бычьего забега только начался с биткоина, который уже растет. И альткоины последуют за биткоином, так что всем удачной торговли. Далее, Макс Левери пишет, что текущее трансграничное пространство составляет около 27 триллионов долларов, а старые системы медленные и дорогие. Поэтому Ripple решения, основанные на XRP, могут изменить то, как деньги движутся по всему миру. А Джек Зариппл пишет, что генеральный директор BlackRock Ларри Финн говорит, что роль криптолюты – это цифровизация золота. Помните, как он сказал, что не может говорить о XRP ETF. Так что, возможно, BlackRock будет токенизировать триллионы долларов на XRP Ledger. Далее, Эмили пишет, что XRP изменит банковскую систему Японии к 2025 году. Японские банки готовятся ввести XRP для бесперебойных транзакций. А Стэфф из крипта пишет, что XRP готов к самому большому движению за всю историю цен. Полосы Боллинджера на месячном графике говорят сами за себя. И в заключении видео криптобилбовы пишет, что ноябрь запомнится возвышение Феникса. Если вы посмотрите на график, то цель роста по XRP это отметка 26-27 долларов США за одну монету. Спасибо за внимание. Я надеюсь вам понравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok